Слово нары в переводе означает красиво и изящно. Хала-крепость в переводе на русский язык красивая и изящная крепость. Хотя оборонительные сооружения Дербента состояли не только из этой крепости, которую вы видите перед собой. Как водить? Классно. Вот здесь, на этой территории, велись археологические раскопки и были найдены маленькие статуэтки, которые ставили зернохранилища. Это было 5000 лет. Вот такие аналогичные статуэтки ставили зернохранилища 5000 лет назад. Те народы, которых выращивали пшенисты. И поэтому первое поселение на этом холме датируется возрастом 5000 лет. Очень красивый. Очень. Итак, перед вами камерный мешок 11 метров высота, 25 квадратных метров внутри, в форме куршина. То есть, попав туда группа людей, никогда не сможет выбраться. Тяжело остановить? Нисколько древнее, сколько древнее, понимаешь? Вся ценность в этом, Вася. Серьезно, ну сейчас у команды была экскурсия. Посетили одну из самых известных крепостей в мире. И она находится у нас, на территории республики. Скажи, ты до этого был в крепости Дербенте? Я был там не один раз, раз в 5-6 я был там. Но мне всегда было интересно посетить это место. Спрашивал у ребят, те, кто первый раз пришли, тоже всем интересно. Понравилось все. А у кого конкретно спрашивали? У Демидова. Ему понравилось вроде. И у Ислам тоже, наш свой, тоже первый раз. Понравилось мне вроде. Ну, ты смотри, 5-6 раз уже было, если в крепости, то мог бы, наверное, сам вместо гида выступить. Нет, сегодня он вообще как-то по-другому рассказывал. Я когда был раньше, другой человек рассказывал. И не так интересно было. Сегодня было интересно реально. Самое, что запоминающийся, интересное, что услышал сегодня, узнал для себя. Узнал? Да, я там узнал все и так до этого. Не знаю, наверное, вот эта тюрьма, которая внизу находится. Можно сказать, что вот это сегодняшнее мероприятие необходимо было именно в плане эмоциональной разгрузки? Ну да, я думаю, находиться вместе нам сейчас нужно в такой ситуации. И, наверное, разгрузились после. Забыли уже. Надо готовиться к следующей игре. Забыли уже. Наверное, самое яркое впечатление от крепости, которую ты увидел, что именно запомнилось? Зин-дан. Тюрьма. Почему? Ну, сразу почувствовал, представился, как там сидишь в этой яме. Вот, не очень радостные впечатления были. А еще что? Ну, еще стены, еще вид с этой крепости, какой открывался на море, на город. Очень прекрасный. А кто-нибудь слышал о ней раньше? Нет, сейчас с ним вообще ничего не слышал. То есть, масштабная споральвива, ты видишь, пять тысяч лет. Да, да. Ну, конечно, очень красиво. И стены очень прочные. Видно, что на славу постарались, кто строил эту крепость. А как ты вот психологически, мысленно, там, фантазировал, как бы ты там смотрелся в крепости? Да, да. Я сразу же, когда вошел, думал, если втурмовать, там, стены или там, внутрь забежать, что там, как бы я себя вел со щитом, с копнем. Как бы он себя вел? Ну, не знаю, я даже не... И хорошо, скажи, скажи, так, тебе комфортнее было бы атаковать или защищаться? Нет, защищаться от дома. Защищаться на снятом смолой кого-нибудь облить. Братались в ракон? Стрелу пустить. Затем попали на конячки в завод в Гербенске. То есть, впечатления как-то? Ну, пахло алкоголем. Но я до коня, как бы, не очень люблю. То есть, можно сказать, вообще не пью. Поэтому продегустировать ничего не удалось. Только глазами? Только глазами посмотрел. Вот. Ну, впечатления как бы, ну, от крепости. Больше впечатлений, чем от конечного завода. Вообще, от поездки самой сегодня, сегодня выходной день, можно было провести его тупо лежать на диване и вот как сегодня. Ну, конечно, лучше съездить на экскурсию, сейчас пообедать и ничем лежать.